Всем привет, ребят! Сегодня у нас не самое веселое и позитивное видео, потому что на самом деле мне очень тяжело смириться с тем, что происходит в мире и начать записывать полноценные ролики, поэтому будем выживать как можем. Я бы правда очень сильно хотела делать какие-то ролики по своей нужной прям тематике, про рисование, про картинки, про осов, про все то, что я очень сильно люблю, но как вы знаете, ютуб обрезал всю монетизацию, теперь полностью ютубером, поэтому теперь делать ролики просто нет смысла. Это невыгодно, я трачу время, я трачу силы, чтобы выложить ролик и получить за него просто ничего, но я не хочу бросать свой канал, поэтому, видимо, мы с вами будем теперь разговаривать на какие-то отдаленные темы, просто общаться, сделают те темы, которые обычно не заходят, но какие-то из моих подписчиков их все равно хотели видеть. Ну а сегодня мы поговорим о не самой позитивной части нашей вселенной, так скажем, и о том, что происходит сейчас в мире. Я ведь писала сценарий, я просто говорю то, что думаю, поэтому могу немножко запинаться, повторяться, простите за это, но тем не менее, как вы уже увидели из названия, сегодняшняя тема у нас это русофобия, с которой пришлось столкнуться, ну, много кому на самом деле, я не могу поверить, что на самом деле это реально происходит в мире, это просто кошмар, люди ненавидят других людей за то, что они просто родились в какой-то стране, хотя буквально в прошлом году еще, позапрошлом, они топили за то, как важно уважать черных и прочее, прочее, прочее. Это все очень смешно, похоже на какой-то анекдот от Задорнова, но, увы, это не анекдот. Начнем с того, что я не русская, я из Белоруссии, и вообще у меня есть польские корни и украинские корни, и меня эта проблема лично не коснулась, но я вижу постоянно это в интернете, и меня это просто кошмарно раздражает, не говоря уже о том, что моя страна тоже вовлечена во все это, и я получаю ровно в такой же степени вы, ну, в общем-то, это как бы все. Но дело в том, что почему я решила записать этот ролик, раз меня это не касается, да, подумаешь, весь тикток об этом говорит, на самом деле я не хотела говорить на это, потому что, ну, сказать особо нечего, плохо, очень плохо, что так происходит, меня это бесит. Но недавно я увидела у одного художника статью на тему русофобии, статья нормальная, хорошая, я ничего про нее не буду говорить, вы понимаете, к художнике я говорю, у меня к ней претензий абсолютно никаких нет, но я увидела ответ на эту статью у другого художника. Этот человек не стал писать прямо, что он думает, он записал это у себя в закрытом паблике, сделал репост, я там была, так уж получилось, и он написал, что статья говно, нет никакой русофобии, вообще нет ничего, автор дебил, все это придумал, пруфов там нет. И, к сожалению, к своему сожалению, к его сожалению, комментарии под этим постом были закрыты. Дело в том, что буквально, буквально днем ранее я видела пост, где чел сказал всем русским от него отписаться, потому что они, ну, в общем-то, все виноваты, и в комментариях он оскорблял их, и люди очень сильно возмущались. К сожалению, этот пост уже просто почищен, его нет, я его не додумалась заскринить на тот момент, но я была готова сделать скриншот ради того, чтобы скинуть это той девушке, потому что тогда еще пост был, но, увы, ах, комментарии были закрыты. Это меня настолько выбесило, что человек просто не хочет видеть правды, он думает, что нет никаких проблем, и закрывает глаза на все. Возможно, это просто самозащита, но это очень тупая самозащита, потому что сейчас бы обесценивать проблемы других людей, будто бы вот мне сейчас очень хорошо живется, мне, честно говоря, сейчас живется очень хреново. Хотя я не живу в зоне военных действий, но, тем не менее, тем не менее, моя жизнь очень сильно изменилась, так что это нельзя назвать нормальной и спокойной жизнью, какой она была до этого. Конечно же, я не говорю, что я живу хуже, чем там, но я живу действительно хреново теперь. И когда люди говорят, блин, ну ты же не там, ты не имеешь права открывать рот, нет, я имею право, а мои проблемы, они как бы тоже реальны. У меня я могу умереть от голода, потому что с чего вы взяли, что в городе есть работа? Если все потеряли разом работу, и они все разом пойдут искать себе новую, с чего вы взяли, что есть место? С чего вы взяли, что оно вообще найдется для меня или для моей семьи? И вот и получается, что мои проблемы тоже не существуют, и почему я не должна о них говорить? Почему я должна молчать о том, что буквально моих друзей оскорбляют другие люди? Почему я должна молчать о том, что украинцы, которые выехали за пределы своей страны, тоже сидят в интернете и оскорбляют? А потом удаляют эти посты, потому что внезапно сталкиваются с тем, что русским это не нравится. Вау, вот это да, вы оскорбили целый народ. И потом такие, черт, ну я удалю это, все забудут. Нет, никто не забыл, все это уже увидели. Я просто хочу попросить вас быть умнее. Ребят, люди не виноваты. Просто будьте действительно умнее. Не надо подливать масло в огонь. Лучше вообще обходить эту тему. Я просто в шоке с интернета. Это уже перестало быть комфортным местом. Это перестало быть, не знаю, райским уголочком, куда ты уходишь от реальности. Потому что, к сожалению, теперь реальность в моем случае выглядит приятнее. Мне теперь приятнее сидеть просто у компьютера и смотреть фильмы, не заходя прямо в соцсети, чем раньше. Раньше мне как раз таки нравилось. Наоборот, либо вообще не подходить к компьютеру и смотреть в чертово окно, потому что в окне и то приятнее пейзаж, чем все то, что я вижу в интернете. И самое главное, я, честно говоря, чуть не забыла это рассказать. Вот начала о своих пост в СН, который вы можете даже посмотреть. Мне даже не обязательно его прикреплять. Девушка отказалась раздавать лотерейные призы, потому что сейчас идет война. Она отказалась отдавать, потому что русские, ну, русские у нас, как бы, естественно, плохие. Ну, в общем-то, русофобия. Прямая вот. Буквально человек отказался, как связаны лотерейные арты и люди, которые просто выиграли эти арты, там, год назад. Да, до сих пор их не раздали. Связанность со всем этим происходящим в мире. Я вот тоже не понимаю, как они связаны, но человек решил, что не будет раздавать эти арты больше. И охренеть. Вот просто охренеть. Представляете, серьезно? Человек вот додумался до этой фигни, и он считает, что это абсолютно нормально. Я не знаю, честно говоря, у меня очень сильно бомбит. У меня непонятное настроение, который день. Я хочу плакать, я хочу злиться. Меня это все бесит. Я не могу понять, почему некоторые люди реально настолько тупые, что делают это, и потом такие, черт. Но я был, наверное, неправ. А может быть, я и прав, но все, все вы такие вот агрессивные на меня наехали. В общем, ребят, ничего, я не буду вам больше под конец говорить. Я думаю, вы поняли мысль. Пожалуйста, просто будьте добрее. Ну, входите в положение друг друга, окей? Не надо, не надо заниматься вот этим вот. Всем, пожалуйста, просто прошу вас. Это все очень плохо может закончиться. Всем спасибо, что вы слушали. Пишите свое мнение в комментариях. Ну, пожалуйста, без срачей. Я, к сожалению, их буду удалять. Или, к счастью для вас. Можете подписаться на мои соцсети, чтобы не потерять. На Инстаграм, который, видимо, теперь будет только с VPN работать. На ВК, на Твиттер, возможно. Ну, и в общем, всем спасибо за то, что выслушали. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok